Господи, благослови! Смотрим вот так, да? А там не попадает? Не знаю. Попадет? Попрось. Попрось. Ты посмотри и попрось. Господи, благослови! Попрось. Господи, благослови! Почитать у нас Евангелие, да? Уразуметь толкование блаженого фисилакта. Ни у планеты, ни влево, ни вправо. Чтобы Господь нам дал уразуметь, да? Сегодняшний Евангелие. Матфея, 18-я глава, 23-й, 27-й стих. А я забыла вам. Матфея, 18-я глава, 18-я глава, 18-я глава, 18-я глава. «Посему царство небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланясь ему говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, милосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Ну что, да? Тебе, толкование блаженного Фифилакта. «Мы следы притчи, научая нас прощать нашим царабам согрешениях против нас. Особенно же, когда они кланяются в ноги нам, просят прощения. И здесь нет подобной всей притчи может тот один, кто имеет ум Христов. «Царство», ну как здесь, да? «Царство подобное». Что здесь имеет в виду царство? Есть слово бы уже. И не какое либо малое царство, а небесное. «Продал же должника с его женой и детьми, и всем имением означает отчуждение Бога. Либо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женой должен разуметь плоть, супружницу души, а под детьми худые действия, производимые душой и телом. Сию-то плоть повелевает предать сатана сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому. Велит также связать и детей, то есть деятельность его зла. Так Бог осуществует чью-либо руку крадущую или связывает ее посредством какого-нибудь демона. И вот жена, то есть плоть и дети злые действия преданы измождению. Да спасется дух. Ибо человек тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния, и как человека любив Господь, покаяние зле заставило раба упасть. Кто крепко стоит зле и не падает от покаяния, того нельзя и простить. Посему милосердие Божие просило весь долг, хотя раб не просил совершенного прощения, а просил только отсрочки. То есть нам сегодня, когда читали проповедь, да? Оль тоже была в храме, у вас тоже слушали проповедь, да? Как у нас будет священник, то есть чисто внешне поясняет, да? Буквально смысл прямой. Когда мы прощаем друг другу согрешения, тогда и Бог нам просит. Если Господь нам прощает, мы не прощаем, то как бы и Господь не прощает. Но здесь еще поясняется, что по отношению к Богу. То есть когда мы согрешаем, у нас же бывает не только друг перед другом грехи, да? Но по отношению к Богу бывают и тайные грехи. И тут как бы они не поясняют, вот именно нужно еще такой смысл, что наши дела, наши мысли бывают, да? Наша плоть. Мы бунтуем, мы согрешаем против Бога. И не канемся в этом. То вот мы останавливаемся в должниками как бы, да, перед Богом. Но многие этого-то все равно не знают этого. Он сказал об этом. Говорил? Да. То, что и мы должны перед Богом, тоже, значит, что мы согрешаем ежедневно, ежечасно. Ну, это, значит, маленько нерасслышанное. Дальше. Матфея 18, 28 по 35 стихе. Рад же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динарис, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя спрошедшие, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает, его говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упростил меня. Не надлежал ли я тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя». Не разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, в рату своему согрешению его. Толкование блаженного сетилакта. «Никто из пребывающего в Боге не бывает безстрадателем, а только тот, кто удаляется от Бога и сделается чуждым ему. Раб, получивший прощение несравненного большего долга десяти тысяч талантов, не хочет не только просить несравненно меньшего стабинария, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же словами, какими тот просил царя, напоминая тем, как сам он спасся». Здесь представляются ангелы, ненавидящими зло и любящими добро, ибо они – сослужители того злого раба. «Говорят же они это Господу, никак не знающему, а для того, чтобы ты знал, что ангелы – суд наши защитники, и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над своим рабом и с чем заколюбие, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишают милости. Каким мучителям предаст? Конечно, карающим силам на вечное мучение. Ибо слова «пока не отдаст ему всего долга», в кавычке скрывается, то есть вот пояснение слов Ивановских, они значат «да то ли пусть мучится, пока не воздаст». Но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания, ибо в Ваде нет покаяния. Следовательно, он всегда будет под наказанием. Желать, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. «Представь теперь, какое зло памятозлобие, оно лишает даже и дарованного дара Божия». Вот как бы пояснение, да, что интересно. Товарищи, то есть ангелы наши, они наши помощники, еще где-то за это тоже недавно читала момент, сейчас не понял, может в другом парковании, что они, говорят, зло настолько не терпят, что когда грешник согрешает, они готовы как бы его поразить, наказать. И Господь защищает нас. Господь защищает? Да, Господь защищает. Он же имеет власть над ангелом. Вот эта мысль как-то меня удивила. Ну ладно, они могут сами это себе наказать, они же все делают в своей жизни тоже. Ну понятно, они исполняют волю Божию, но все равно они, говорят, гневаются, тоже могут отходить от нас, да, когда мы согрешаем. Я вот сейчас вспомнила, недавно встретили одну сестру, разговаривали, вот какое имеет зло? Злопать зло. Вот сказано, вот даже если, говорит, ты пришел, покаялся, исповедовался, причастился у нас, как часто бывает, да, некоторые каждый с Роза в воскресенье ходят, а потом отходят и выясняется, что он у кого-то имеет обиду. Особенно бабульки у них вот-то долго вот это зло терпит. Вот у меня на моем опыте знакомых многое, вот общаешься ты, вот они там что-то подумали, мне там что-то кто-то наколдовал, ей кто-то что-то принес, она держит какую-то обиду, а потом опять идет исповедиться. Я-то ей говорю, ну и у меня и с мамой так в деревне было, они же как вот друг другу что-то подсорят, скажут. Я говорю, мама, нельзя, человек старый, ты в любой момент можешь умереть, и как-то нераскайзанно пойдешь, ты обязательно примирись. Пойди, пойди. Неважно, что там против тебя, кто-то что там, ты сделай так, чтобы сходить, примирить. Они ранимые и сложно. Вот. И это опять же... И больные, и много больных. Сколько? Год назад, да, когда ездили на Малтайму там со мной, и дорогой там всякие искушения были, но дорога, сами понимаете, да? И вот она нам проговорилась, ой, я еще не могу, вот еще то у меня осталось еще в памяти. Вот те искушения какие были, а ведь она уже исповедовалась, она уже причащалась. Получается, как вот по этой... Значит, ты ходишь ко причасти, ты исповедоваешь, причащаешься, Господи, прости. Ну, то есть, прости меня. А сама вышла, не хочешь своему ближнему простить. Вот прям все по этой притче. Получается, если ты собрался наиспать Господу, чтобы Он тебе простил грехи, поэтому сказано, оставить дар свой, свой, у жерстника, да, да? То есть, иди сначала примирить не с тем, кого ты отпечалил, это уж естественно, но с тем, кто на тебя чего-то имеет. Вот это самое сложное, да? Мы, конечно, тут не говорится о том, что если мы не знаем на нас кто-то что-то имеет, может такой быть. Может нас полцеркви не любят, но мы этого не знаем. А здесь говорится о том, если мы знаем, что на нас кто-то что-то имеет. Вот у меня тоже так было, дружу же общаясь со многими бабульками, вот тоже искушение себя, что-то не так поймет, что-то не так. И она уже обижается, она уже впорчит, и сразу это вот, как это, чувственно, вот это все выражается. Конечно. Уже и ходишь там, не знаешь, как это загладить свое вину, думаешь, вроде бы ничего не сделала, вроде бы не согрешала, да? А по ее, глазам, по ее взгляду, вот что-то не так сделала. У меня была знакома, мы с ней общались с телефоном, потом я не захотела с ней общаться. Я говорю, давай больше, давай больше, мы не будем общаться. И я ей прямо говорю, давай больше не будем общаться. Не хотела с ней общаться, но, ну, все равно. Потому что эти разговоры, они как-то, ну, не знаю, не настолько... Возмущали они меня, мою душу. И я говорю, нет, давай больше мы вообще общаться. Со мной все равно мне это вложат, потому что вроде как мы с ней, ну, вроде не враги, но... А общение, извиняюсь, какое было? Ну, духовные цели, или чисто мирские, годовые? Ну, как бы и то, и то. Она вот, например, могла мне какие-то вопросы сказать, на которые спросить, на которые может только священник ответить. Например, а вот можно кратко там почитать, утренние там, или вечерние правила, можно кратко почитать, но не все вот так вот. Я его смущала, я ему, какой я, она имеет право, какой я имею право не отвечать на это. Да. Я говорю, что там? Вот она, я говорю, Саша, мы спросим, что есть священника. Соли, что есть священника. Вот и какие-то вот такие вот вопросы, и я вот вообще не могу. Ну, соответственно, она вроде появляла смирение, и хотела советовать у человека, может быть, она считала больше на все, но все какие вопросы не нужны были. Вот. Ну, и там теперь, это же номерские темы там. Ну, я считаю, есть такие простые вопросы, на которые мы можем отвечать, исходя из своего личного опыта. У нас у каждого свой, есть какой-то духовный опыт. Я никогда, например, никого не доставляю. Если такие вопросы тоже не задают, я опять-таки говорю, свой опыт, но в то же время и даю понять, что у нее будет совсем по-другому. Потому что мы разные. Мы совершенно разные. Один так ходит, другой так читает, понимает каждый по-своему. Кто-то спит четыре, кто шесть часов. Я вам сейчас хочу рассказать про одного человека, проповедника-миссионера, но зачитать. Я вот из интернета распечатку сделала. Таня, подойди, узнаем. Погубь на меня. Господи, поняла. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихончалакина сообщаем следующее. Игнатий Тихончалакин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических экономических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихончалакин человек твердых убеждений и пожилой, что требует уважительного отношения к нему с уважением. Митрополит Барнаульский и Алтайский глава Алтайской метрополии. То есть у него очень хороший митрополит благодатный, который наступил в проповедника и миссионера. Он еще был священником, да? Проповедник и миссионер? А, это же митрополит? Лавка, Лавка. Это он просто мирянин, он чтец. Его посвятили в часа. И сейчас я вам немножко о нем расскажу. Ну, давайте мы если Иван не закончим, поблагодарим Богу, да? Опять мы как в Богородице там разговариваем. Да, славная литя говори стену, блажите Тя Богородицу, признам блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херудим, и славнейшую без сомнения Серафим, без сомнения Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. сейчас мы зайдем на канал по свете Библии, я вам немножко расскажу попов. Господи, благослови. 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 помилил... вот ao Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok